Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Посмотреть и прокатиться. Единственный в стране интерактивный музей истории Олимпийского движения открылся сегодня в Сочи. Перепись населения проведут с помощью планшетов. Готов ли край к масштабному исследованию, выяснили на совещании Росстата. В Сочи сегодня отметили день неизвестного солдата и обсудили, нужно ли городу новое звание. Самый быстрый дрон определят в Сочи. За звание самого быстрого поборются 15 лучших пилотов страны. Единственный в стране интерактивный музей истории Олимпийского движения открылся сегодня в Сочи. Выставочный зал будет работать на базе Российского международного Олимпийского университета, который отмечает первый юбилей. Ведущему образовательному спортивному центру исполнилось 10 лет. С праздником учебное заведение сегодня поздравили президент страны Владимир Путин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также почетный член Международного Олимпийского комитета Жан-Клод Килли. В университете сегодня открылась конференция «Старт после финиша», на которой также присутствовали министр спорта России Павел Колобков и почетный президент Олимпийского комитета страны Александр Жуков. За 10 лет учебное заведение стало одним из лучших в мире в своей области. Как отметил глава государства, университет делает весомый вклад в развитие российского образования. Из стен вуза выпускаются специалисты высокого класса, востребованные как в профессиональном, так и в массовом спорте. Для достижения наших национальных целей, повышения продолжительности качества жизни наших граждан, нужно безусловно активнее развивать массовый спорт. Тем более, что интерес к занятиям физической культурой и спортом неуклонно в нашей стране растет. Необходимы грамотные руководители, которые способны наладить работу по развитию массового спорта в масштабах крупных городов, малых населенных пунктов. На селе у них должна быть возможность постоянно идти вперед, обновлять свои знания и навыки, приобретать новые современные компетенции. И потому ваши программы повышения квалификации спортивных управленцев призваны отвечать требованиям времени. Интегрировать научные, технологические достижения, опыт ведущих управленцев и тренеров, в том числе наших зарубежных коллег. Как отметил глава Кубани, Международный университет сегодня – это олицетворение наследия зимних игр. Это единственное учебное учреждение с олимпийскими кольцами в мире. За столь короткий срок вы стали признанным университетом, вы стали известным университетом не только в России, но и во всем мире. Поэтому, конечно, в первую очередь слова благодарности профессорско-преподавательскому составу. В университете учатся студенты из всех практически регионов нашей страны, из Краснодарского края, ну и студенты из всего мира. И, наверное, очень важно понимать, что вместе с дипломом, вместе со знаниями они увезут с собой энергетику олимпиады, которая сохраняется. Вы все это видели в стенах университета. Конечно, университет готовит выпускников в различных сферах. Это высокие профессионалы не только в профессиональном спорте, но и в массовом спорте. Для регионов страны, в частности, для Краснодарского края, специалисты высокопрофессиональные в массовом спорте принципиально важны, потому что вы прекрасно понимаете, что спорт высоких достижений начинается с доступного спорта, с массового спорта, со спорта пешей доступности. Это принципиально важно, чтобы были те, кто может создать условия в регионах в нашем крае для создания массового спорта. Он объединяет, объединяет страны, объединяет людей разных возрастов, национальностей, веры. Ведь не зря говорится, что спорт – это посол мира. Также гости университета посетили единственный в России интерактивный музей истории Олимпийского движения. Он начал свою работу на базе учебного заведения. Узнать летопись зимних игр в Сочи, а также прокатиться в виртуальном режиме по горнолыжной трассе смогут не только студенты университета, но и туристы. Почти 7 тысяч волонтеров прибыли в Сочи. Стартовал международный форум добровольцев. Даже здесь, в чужом для себя городе, они делают добрые дела. В специализированном доме ребенка высадился целый десант добровольцев, чтобы помочь благоустроить территорию. Для добрых дел и дождь не помеха. Волонтеры со всей страны подготавливают почву для детских забав. Очищают игровую площадку и природный уголок от опавших листьев. Чемпион России по рукопашному бою Эльдар Кинкерли в числе добровольцев. Он приехал на международный форум из Москвы. В первый день мы приехали, мы немножко очищаем эту площадку от мусора, от старого. Уже подготовка к зиме такая идет. Сразу в бой, как говорят. Раньше в бой это в ринг, а теперь в бой делать хорошие дела. Сегодня Эльдар тренирует молодых спортсменов и расширяет ряды приверженцев здорового образа жизни. Шекер Беликова из Тюмени, семейный врач по профессии и волонтер по состоянию души. Добровольческую деятельность практикуют в медицинской сфере. Просвещает население, как не угодить на больничную койку. Если надо, не отказывается и от физического труда. Это полезная часть, на самом деле. Она отвлекает. Потому что вот в этом году я посетила множество форумов. Уже честно устали сидеть в кабинетах, сочинять проекты, просто сидеть, слушать постоянно. Вот хочется делать это руками. Нуждаются в помощи не только люди. Природа тоже ждет поддержки. Эковолонтерство – один из самых популярных видов добровольческой деятельности. Активисты трудятся в заповедниках, лесах, очищают пляжи и заливы. Сегодня их миссия немного проще – уборка и высадка деревьев в парке Южной культуры. Хотя и здесь есть где развернуться. Территория огромная – почти 20 гектаров. Дмитрий Пекалов – доброволец со стажем. Зеленогорский обучает школьников бережливым технологиям. В Сочи впервые. Инженера радует не только теплый климат, но и возможность помочь. У наших волонтеров это очень развито. Субботники, высадка деревьев у нас в городе тоже. И это очень сильно, конечно, команда образует. Быть добровольцем – состояние души, труд, за который платить не будут. Но не это главное. Волонтерство объединяет не хуже тимбилдинга. Вырабатывает командный дух и коммуникабельность. Да и ученые утверждают, что бескорыстная помощь улучшает настроение и помогает бороться с хронической депрессией. Волонтере. Волонтерство – это образ жизни. Это надо прочувствовать. Надо с этим жить. Волонтерство, ну как вам сказать, мы помогаем этой помощи как отдающему, так и нуждающемуся. Мы в проектах участвуем по работе. Устроили некий эко-офис. Цель проекта – эколого-благотворительная акция. Собираем пластик, сдаем на переработку. Вырученные средства направляем в фонд помощи детям. На этом добрые дела волонтеров не заканчиваются. Полезная программа международного форума продолжается в главном медиа-центре. В течение двух дней участники будут налаживать партнерство ради общих целей. На полях форума пройдут дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами. Ключевым событием станет церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Доброволец России». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». 12-ю в истории России перепись населения проведут с помощью планшетов. О новшествах и в целом о подготовке говорили на совещании, организованном Федеральной службой государственной статистики. Перепись позволяет получить информацию о численности населения, его составе, условиях жизни, образовании и занятости, а также оценить изменения, произошедшие в обществе с момента предыдущей переписи. Она была в 2010 году. За 10 лет данные устарели. Так, например, численность постоянного населения Краснодарского края по итогам прошлой переписи составляла 5 миллионов 226 тысяч человек. В этом году, по данным Ростата, кубанцев стало на 400 тысяч человек больше. И каждого нужно посчитать. Поэтому сейчас, за год до начала этой работы, мы проводим много подготовительных мероприятий. Первое, что мы делаем, это уточнение адресного хозяйства, куда пойдут потом переписчики. Более 10 тысяч человек будет задействовано только по Краснодарскому краю. Всероссийская перепись населения 2020 года, 12-я в истории России, пройдет с 1 по 31 октября. Считать осенью будут и сочинцев. На 1 января в нашем городе проживали 524 тысячи человек. Сбору свежих данных регистраторы приступили летом. Мы уже начали изучать наши садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Многие районы города, вы знаете, мы после Олимпиады значительно расширились. Появились новые улицы, новые микрорайоны. Значительный прирост населения произошел. Поэтому, конечно, для нас это важно. Мы эту работу уже потихонечку, скажем так, в городе начинаем готовиться. Обход участков, сверку домов и строений, перечисленных в маршрутных листах, с фактически имеющимися специалисты ведут во всех регионах. Все изменения заносят на специальные карты, которые в итоге будут собраны на цифровой карте страны. В августе пройдет обучение специалистов. Росстат наймет 315 тысяч переписчиков, а также 45 тысяч полевых контролеров. К работе подключатся и волонтеры. Волонтеры наряду с привлекаемыми специалистами должны сыграть такую очень важную ключевую роль в проведении переписи. Мы уже видим определенное направление, где они могут сыграть, я бы даже сказал, решающую роль. И вот нам здесь, на этой площадке, сегодня, завтра надо обсудить все эти вопросы. Вопросов для обсуждения немало, как правовых, так и организационных. Впервые переписчики Росстата будут использовать для сбора информации планшеты со специальным программным обеспечением. Жители России также смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на едином портале государственных услуг. Процедура заполнения анкеты на переписных участках тоже останется. Пройти перепись можно будет в том числе и в МФЦ. Для этого Росстат подготовит 15 миллионов бланков. Проведение переписи необходимо для корректной работы органов исполнительной власти и местного самоуправления. Собранная информация учитывается при составлении бюджета, планировании рынка труда, а также в сферах здравоохранения, образования и социального обеспечения. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня отмечается Международный день инвалидов. Эта дата была установлена в 1992 году для интеграции людей с физическими ограничениями в жизнь общества. В Сочи этой категории жителей уделяется особое внимание и не только в празднике. Большую поддержку оказывают депутаты городского собрания Сочи. Ежегодно в этот день депутаты по Бытхинскому избирательному округу АГНС Чепняна и Родион Цырульник организуют праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые входят в Хостинское общество инвалидов. В нем числятся 940 человек. Конечно, собрать всех на этом мероприятии невозможно. Но внимание депутаты уделяют каждому. Здесь, конечно, придут люди, которые еще способны самостоятельно передвигаться. А те, кто по определенным причинам не может это сделать, обойдем каждого и отметим его своим вниманием. У нас есть волонтерская группа, которая все это сделает и от нашего имени. Те же, кто пришел на праздник, а это около 200 человек, смогли не только посмотреть концерт, но и принять участие в выставке. Она развернулась в фойе Дома культуры Аэлита. Картины, вышивка – все сделано руками представителей Хостинского общества инвалидов. Всех рукодельниц депутаты отметили, поблагодарили и вручили подарки. Они оказывают всестороннюю помощь. Вы знаете, мы с ними достаточно часто встречаемся. На все просьбы они внимательно относятся к нам, помогают. Поэтому вот и подарки сегодня Чепнян Аганес Меликович и Родион Игоревич для всего Хостинского района сделали вот такое благое дело. На протяжении 15 лет депутаты городского собрания Сочи по Бытхинскому округу уделяют особое внимание инвалидам, проводят тематические мероприятия и оказывают всестороннюю поддержку. И не только в памятные даты. Это все делается от имени главы города Сочи, от имени главы района, от нашего представителя городского собрания депутатов, конечно же, от нашей партии. И хочу сказать, что я думаю, что наши инвалиды, наше старшее поколение видит наше отношение к ним. Это не во время праздника, а и за дня день каждый день. И адресную помощь оказываем. И скажу, что любая просьба, которая к нам подходит, мы стараемся не пропускать мимо. И постараемся максимум, чем сможем помочь, сделать. Потому что это наши старшие, они это заслуживают. У этих людей множество талантов. Несмотря на проблемы со здоровьем и возраст, многие ведут активный образ жизни, занимаются творчеством. И на своем примере показывают, что главное – это ценить каждый прожитый день и быть полезным. В Краснодаре наградили людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году дипломы от главы региона и премии в размере 100 тысяч рублей получили 15 человек, в том числе и дети. Каждый из присутствующих в зале внес особый вклад не только в свою судьбу, но и в историю края. Спортсмены, художники, изобретатели и наставники. Для всех были подготовлены отдельные номинации. Например, 19-летняя Мария Маргвинцева из «Горячего ключа» с пяти лет создает на холсте шедевры. В ее коллекции уже 350 работ. В среднем на создание одной картины у солнечной девушки уходит 4 часа. Награды из рук вице-губернатора Кубани Анны Меньковой получают за успехи в области культуры, литературы, искусства, науки и техники. Рада увидеть премию. Не только природные люди, но и морды бывают, жопись бывают, графика бывают, олиграфия бывают. А ты сюжет для своих картин где-то из жизни берешь или сама придумываешь? То, что сама, то, что в голове. К своем поздравлении Анна Менькова отметила, на Кубани ведется большая работа по поддержке людей с особенностями развития. Действуют реабилитационные центры, десятки общественных организаций, а для особенных детей более 50 специализированных школ и интернатов. Этот день станет для каждого из вас, кто сегодня получит признание государственным особенным днем. Это в первую очередь признание ваших талантов, вашей силы воли и ваших особенных достижений. Но я уверена, что главная победа, которую вы одержали в жизни, это то, что вы стали примером для многих людей. Для тех, кто в силу ряда причин, стал инвалидом. Я на самом деле многих из вас знаю лично. Я общаюсь, и, конечно, чаще всего в рабочих каких-то моментах, и хочу сказать вам, что я вами восхищаюсь. Вы сегодня пример не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, вы сегодня пример для абсолютного большинства людей. Сейчас на Кубани более 400 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. За 26 лет существования губернаторской награды признание получили около тысячи человек. Памятная дата в истории страны. В Сочи сегодня отметили День неизвестного солдата. Школьники, студенты, воспитанники патриотических клубов, представители ветеранских организаций и участники Великой Отечественной собрались в Комсомольском сквере. Здесь в 2015-м установили памятник солдату Сочинцу. Возле него прошел памятный митинг. Сегодня в России День неизвестного солдата. Сегодня вспоминают бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Солдаты делали практически самую-самую тяжелую работу. Они погибали за Родину. Честь и слава павшему солдату-сочинцу и павшему солдату нашей большой страны. Из Сочи на фронт ушли более 18 тысяч человек. Каждый четвертый из них не вернулся. В годы войны Сочи превратился в госпиталь. Здесь на ноги поставили около 400 тысяч раненых со всей страны. А еще на перевалах главного Кавказского хребта проходило одно из крупнейших сражений Великой Отечественной. Войны 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псяшха и Аишха. Учитывая эти и многие другие исторические факты, активисты сочинского отделения Российского военно-исторического общества выступили с предложением о присвоении Сочи звания «Город воинской славы». Голосование проходило в интернете и путем личного опроса. Сейчас результаты переданы в городское собрание, а после будут направлены в краевое законодательное. Ну а вот что по этому поводу думают сочинцы. Я уверен, что город Сочи должен носить это звание, потому что для этого есть все основания. И я был свидетелем, каким был город Сочи во время войны. Я видел, каких раненых и мертвых, к сожалению, привозили к причалу сочинского порта из районов Туапсе, Керчи, Новороссийска. И как город Сочи восстанавливал многих раненых, и они возвращались в бой. Это же большая заслуга работников госпиталей. Поэтому я считаю, что достойно город в присвоении звания такого. Я считаю, что не надо. Достаточно этой славы, лечебной славы на город Сочи. Я думаю, что наша горно-стрелковая дивизия, которая не пропустила в город Сочи отряды «Эдельвец», заслужила быть увековеченной. И те мальчишки, которые встали из-за парт в Краснополянской школе и пошли на перевалы, и защищали наш город, нашу родину, огромную страну, Советский Союз, они достойны, чтобы им была отдана почесть воинской славы. Мастер-класс от чемпиона. Боксер Артур Бетербиев провел в Сочи встречу с начинающими спортсменами. Артур Бетербиев – боксер-профессионал, чемпион мира в полутяжелом весе, чемпион России, Европы и Кубка мира. В Сочи он провел мастер-класс для боксеров спортшколы номер 3. Это хорошо, когда дети видят, есть возможность пообщаться, увидеть, сфотографироваться с ребятами, которые добились более-менее результата у каких-то. То есть это им большой стимул. То есть я приветствую такие встречи. Бетербиев раскрыл секреты своего мастерства и показал для начинающих спортсменов несколько приемов в ринге. В открытой тренировке приняли участие около ста человек. Очень польза большая, потому что это боец хорошего уровня, профессионал. И тем более 15 боев, 15 побед и все нокауты – это очень хороший результат. После мастер-класса боксеры смогли сфотографироваться со звездой и получить автографы. Добавлю, что бокс в Сочи – один из популярных видов спорта. В спортшколах боксом занимаются полторы тысячи детей. А в общей сложности в секциях и клубах боксируют более трех тысяч человек. В Сочи прошел турнир подзюдо, посвященный 323-й годовщине кубанского казачьего войска. Городские соревнования собрали более ста юных спортсменов 11-12 лет, в том числе и из соседней Абхазии. Чемпионы и призеры в различных весовых категориях были награждены дипломами трех степеней, медалями и кубками. Кроме того, семь борцов отмечены ценными призами в номинациях – за волю к победе, за лучшую технику и за лучший бросок. Самый быстрый дрон определяют в Сочи. На «Розе Хутор» пройдет суперфинал с Российской лиги гонок дронов. За звание самого быстрого дронрейсера России поборются 15 лучших пилотов лиги из разных регионов. Дронрейсинг – это вид спорта, в котором участники соревнуются между собой в умении управлять летающим дроном, преодолевая различные элементы трассы и выполняя фигуры высшего пилотажа. При этом используются новейшие технологии контроля. В спортивном реестре «Дронрейсинг» отнесен к авиамодельному классу. Соревнования Лиги в течение всего года проходили поэтапно в крупнейших городах страны. Всего состоялось более 20 гонок. Суперфинал с Российской лиги состоится в Сочи 14 и 15 декабря. 3 декабря юристы отмечают профессиональный праздник. Причем отмечают его как состоявшиеся, так и будущие специалисты. Поздравления сегодня принимали студенты Кубанского юридического колледжа. Здесь состоялся концерт, игры КВН, а первокурсникам торжественно вручили зачетные книжки. Свой вклад юристы вносят в законодательство, способствуя решению социально-экономических задач. От профессионализма юристов зависит эффективность правовой системы страны. Об этом студентам Кубанского юридического колледжа преподаватели говорят на лекциях. А сегодня здесь праздник в честь Дня юриста. Песни, шутки с юридическим подтекстом, разумеется, благодарности учителям и отличившимся ученикам. А вот старостам-первокурсникам в этот день вручили важный документ – зачетки. Очень даже важный день, так как это начало нашей карьеры, все-таки будущей. Для меня этот день очень важен, так как нам в День юриста именно вручили зачетные книжки. После колледжа мы планируем поступить в Академию МВД. Я решил подавать документы после колледжа в Генпрокуратуру в Саратовской области на высшее образование и офицерскую должность. И после окончания Академии я вернусь в Сочи и буду работать здесь дома. Студенты Кубанского юридического колледжа День юриста уже считают своим профессиональным праздником. Ребята не сомневаются, что будут работать по специальности. Вопрос трудоустройства студентов здесь первоочередной. У нас правоохранительная деятельность. У нас все связано с такими дисциплинами, как правоохранительные органы. Словые структуры. Да, то есть мы как профессиональные юристы. В этом колледже, конечно, у нас проходят и лекции, и различная практика, и семинары. Но также, помимо этого, у нас развлекательная программа, то есть у нас КВН, часто концерты. Дети стараются показать в этом направлении, в этом празднике, не только свое творчество на концертной программе, но и показать свои возможности в дальнейшей профессиональной деятельности. А это поколение, которое выпускается сейчас, замечательное. Оно профессиональное. Их глаза блестят. А чтобы глаза блестели и у ребят был стимул, большое внимание в колледже уделяют производственные практики. Я лично проходил практику в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Для меня лично это важно, чтобы получить навыки специализации, именно моей специализации. Сегодня юристы праздновали, а завтра снова за работу. И домашние задания никто не отменял. Одним готовить отчет по практике, другим повторять гражданское право, а третьекурсников и вовсе ждут готовое постановление о возбуждении уголовного дела. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ КОНЕЦ